добрый день это канал gt класс с вами андрей щетников и я хочу представить дополнение к ролику синхротронное излучение который мы сняли в институте ядерной физики вот ссылка на него вы можете его посмотреть если не смотрели а если смотрели рекомендуется вы еще раз пересмотреть а поговорить я хочу о том почему луч синхротронного излучения такой узкий вы направлены вперед и на современных синхротронах расхождение этого луча составляет ну порядка угловой минуты ни на каком фонарике вы такого узкого луча не получите ну для того чтобы это объяснить мне потребуются некоторые соображения из специальной теории относительности но я никаких сложных формул писать не буду все чем ограничимся это представление о том что скорость света является предельной выше которой ничего двигаться быстрее который ничего двигаться не может и свет всегда движется с этой скоростью без разницы и спущен ли он неподвижным по отношению к нам источником или движущимся ну и еще нам там потребуется теорема пифагора собственно говоря все и поэтому давайте попишем на доске порисуем картинки и начну с того что нарисую две картинки одна картинка в системе отчета электрона но мгновенной то что видит наблюдатель который летит вместе с электроном с той же скоростью в ту же сторону сейчас а другая картинка в лабораторной системе отчета то что видит экспериментатор когда электрон летает по своему кольцу значит системе отчета электрона но у нас электрон ускоряется перпендикулярно доске, поэтому он излучает во все стороны. Я нарисую, так сказать, 4 фотона полетевших. Два полетела перпендикулярно, один налетел по ходу, полетел, а другой полетел наоборот назад, против хода, так сказать, электрон в ту сторону движется. Вот, теперь, что у нас будет в лабораторной системе отсчета? Ну, электрон все-таки летит, хотя со скоростью и близкой скорости света, но меньшей. Значит, вот этот фотон его обгоняет. Ну, и я нарисую, что этот фотон, как бы вот из некоторой точки, да, фотон улетел, был излучен в этом месте, улетел вот сюда, а электрон тем временем улетел, ну, тоже почти, почти что вот сюда, у него скорость очень близкая к скорости света. Значит, ну, тот фотон, который был назад излучен, ну, он, конечно, назад и полетит. Но я не буду всю стрелку рисовать, она такой же длины должна быть. А теперь самое интересное то, что с вот этими двумя фотонами, которые полетели в перпендикулярном направлении. Ну, наблюдатель, сказать условно, сидящий на электроне, такой чертик. Они, как бы он видит, что, ну, и вообще все фотоны, которые бы в этой плоскости были жали, но, правда, вот сюда почти ничего не излучается, но в этих направлениях излучения есть. Он эту плоскость продолжает видеть, как эта проскость, она остается плоскостью. Стало быть, все фотоны, которые излучены в этом направлении, они и в лабораторной системе отсчета, ну, вылетели они отсюда, да, из этой точки. Электрон сюда прилетел, а все эти фотоны прилетели вот в эту плоскость из этой точки. Так, и при этом, ну, в лабораторной системе отчета у всех фотонов скорость равна скорости света. Значит, на самом деле они улетели в такие точки, чтобы вот эти, вот это расстояние, ну, в общем, такую дугу окружности надо провести, красным цветом я проводил, да, давайте проведу красным и здесь. Значит, то, что здесь выглядело летящим перпендикулярно, здесь выглядит летящим вот таким образом. И стало быть, и все фотоны, которые летели вперед, а их была половина, их все зажало здесь, вот в этот достаточно узкий конус. А все фотоны, которые летели назад, то есть вот эти фотоны, они развернулись, но причем большая их часть, она, не надо так думать, что она сюда куда-то летит, она тоже летит достаточно близко к этому конусу. То есть почти все вот так схлопнулось. Хотя, конечно, то, что летело строго назад, то и продолжает лететь строго назад. Но вот сюда летит фотонов очень мало назад, а вперед их летит очень много. Ну, теперь геометрию напишем сразу, поскольку это просто. Значит, вот эта стрелочка у меня имеет длину С, значит, за единицу времени. Значит, это скорость света, а эта стрелочка имеет длину V. Ну, а тогда? Тогда уголочек вот этот вот обозначим его альфа. А, лучше синус альфа писать. Синус альфа. Ну, вообще, удобно сделать так, что это синус, это корень из единицы минус косинус квадрат альфа. Потому что косинус, ну, слегка альфа выражается, это просто-напросто V, значит, прилежащий катер на гипотенузу. V к С, ну, у меня и получится. Корень из единицы минус V в квадрат делить на С в квадрате. Вот такая величина, которая очень часто встречается во всех релятивистских формулах. Ну, она близка к нулю, как видно, потому что V это почти что С, значит, V к С это почти что единица. Единица минус почти что единица, что-то малое остается, корень извлекаем. Вот. А в релятивистике обычно такое обозначение вводят. Вот единица на вот этот корень, единица минус V квадрат к С в квадрат, для него вводят обозначение гамма, релятивистский фактор. Ну, и стало быть, поскольку угол маленький, то синус альфа это все равно, что альфа, ну, и в общем, в этих, если в радианах измерять, конечно. Ну, и в общем, получается, что угол альфа у нас есть единица на гамма, на релятивистский фактор. Вот. Ну, вообще говоря, оценочки еще стоит сделать. Не знаю, насколько подробно. Давайте я вот это уже сотру, чтобы у нас место освободилось. Значит, у нас, вообще говоря, гамма, такая основная формула, которую следует помнить, что гамма, это, если выражать не через скорость, а если через энергию выражать, значит, это энергия частицы делить на МС в квадрате. Значит, вот характерная... А, энергия электрона МС в квадрате, это половина мегаэлектрон вольта. То есть, если мы разгоним электрон, значит, разностью потенциала в 500 киловольт, вот мы как раз еще такую энергию ему добавим, какова его, так сказать, энергия покоя. А разгоняем мы, значит, в синхротронах, в нынешних разгоняются до нескольких гигаэлектрон вольт. Значит, гигаэлектрон вольт в тысячу раз больше мегаэлектрон вольта, тут еще половинка. Значит, если тут уже будет, ну, например, 2000, если нет, если 2 гэва, то, например, гамма, вот в синхротроне гамма-фактор для электронов, ну, такой, например, он равен 4000, например. Значит, угол это одна четырехтысячная радиана. Ну, значит, делим радиан грубо на 60, получаем градус. Значит, 400 поделить на 60. А, ну так, попросту. В радиане 57 градусов, ну, будем читать 60 для простоты счета. Еще умножить на 60 минут, это будет 3600, это и есть вот эти 400. Значит, тут чуть больше, чем 3600. Значит, угол, вот этот расхождение, чуть меньше одной угловой минуты. Ну, еще раз, вот этот отрезок, вот этого катета, да, вот этот катет, вот этого катета, в 4000 раз больше вот такой узкий здесь конус. Ну, и тут я хочу остановиться, потому что уже достаточно много рассказал. Ну, и рассказал то, что действительно, как мне кажется, можно было рассказать почти на пальцах, что называется. Ну, вообще говоря, дальше следует, как бы, если бы это была лекция большая, да, а не короткий рассказ. Дальше еще следовал бы кусок про эффект Доплера, про то, что те, которые вперед летят фотоны, они из-за эффекта Доплера увеличивают свою частоту, ну, и стало быть, увеличивают энергию. А те, которые назад, ну, их ничтожно мало. Когда я говорю, что назад ничего не летит, это неправда, но их летит так мало, что практически все сосредоточено, ну, как бы вот, здесь сосредоточено уже половина фотонов, но не половина, а гораздо большая часть энергии, потому что эти фотоны самые энергичные из-за эффекта Доплера. Вот, наверное, в этом месте я поставлю точку. Значит, главное, что я хотел, про конус я рассказал, все остальное уже добавки и украшения. И спасибо вам за внимание, пишите вопросы, на утверждение о том, что теория относительности неверна, отвечать я не буду, как бы такие люди у нас всегда находятся, ну, пусть они книжки читают, а вот показать, как расчеты делаются, простые, если это возможно. С удовольствием, пожалуйста. Всего доброго.